Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но не только из-за него, а там Три случая, так получилось, что Они оба, ну все трое Женились на порванках И их жизнь пошла по пизде Вот, и об одном я сейчас поведаю вам У которого Прям очень жестко Пошла жизнь Значит, этот человек Потомственный художник Музыкант и прочее От такого художника, как Суриков Он учился в Москве Не помню на кого Но какой-то там художественной академии В дальнейшем он стал выступать На всяких там филармониях И в пик своей карьеры Он работал в хоре МВД Который вот по Ездит по концертам Со всякими там Кобзонами Группой Любея И прочими вот этими вот такими Патриотическими Группами Или как там сказать Певцами Ну и сами дают концерты То есть это вот Которые выступают На голубом огоньке По телевизору их показывают Он в этом хоре МВД Был скрипачом То есть, да, представляете Вот сейчас, кстати Любители Новоселова Им такая задачка будет Определите тип Ранг Примативность Вот этого самца Вот И вы сразу поймете Что вся эта система Ранг Примативность Это тупо, блять Говно Ебучее Зачем я вообще Это произношу Непонятно Ну так Произношу для понятия Просто Вот, значит Работал он в Москве Ну, наверное Он не в Москве Даже работал Он тупо колесил Там по всей России По всему миру Он объездил там Блять Всю Европу Америку Южную Америку Там Африку Не знаю У меня такое ощущение Что он даже в Антарктиде бывал То есть, представляете Да, такая жизнь Насыщенная Творческий человек Просто Блять Рай Он попал реально в рай Я бы так хотел жить Вот Но в один прекрасный день С ним познакомилась Женщина Я видел фотки Пиздатое Я бы и сам бы с ней познакомился Вот Полюбила она его По Высокоранговому типу То есть, как Новоселов Говорит, что она увидела в нем Высокорангового самца То есть, Альфу Вот И Так сказать Сама его там Отъебала Ну, будем по-русски говорить Сама его отъебала И Женила на себе Вот И он рассказывает Что все было зашибись Они вроде бы вместе там катались По Вот этим вот Концертам Всяким По всему миру Потом ей это надоело Через Я не знаю Там Через два года Ну, у всех там примерно Одинаковая история Все было зашибись Два года Или сколько-то там прошло И все И все Пошло по пизде Вот И у него то же самое Пошло все по пизде То есть Вот эта вот Мадам Захотела детей Он ей сказал Что ему типа Некогда содержать У него там концерты Все дела То есть Ответственная должность Вот Она пошла Залетела От которого От какого-то там Левого Васи Алкаша Вот Подала Причем Алименты На вот этого Челика Вот И он выплачивал Вы понимаете Что он знал Что это ребенок Не от него Суд все равно Присудил Алименты Выплачивать ему Ну, правда Там до рождения Но это не важно То есть Тут просто Понять охуевшую систему Вот эту вот Судебную систему Далее Она выгнала Его из хаты Не знаю Это его хата была Московская Или они снимали Выгнала из хаты И он приехал Сюда назад В Воронеж Ну, какой-то У него был Какой-то запас Там бабла Три квартиры Своих здесь Если не больше Даже То есть У него там Наследство Нормальное было И сколько Он там заработал В хоре МВД Понятное дело Что бабки Там, блядь Не маленькие Водятся И он Это все Пропил Буквально Там за Три года Два года Он здесь прожил На съемной квартире И мы его С другом С Альфачом Маргиналом Просто вывозили Из комнаты В которой он Снимал Или жил Я не помню Просто тело Ввозили Блядь В неадеквате Был Он то ли под наркотой Был То ли под каким-то Там бухлом Вывезли его Там На хату Жили они Там Ну, вот В новой хате Которой он жил Десятером Что ли Хата там была Реально там Два на два Вот И как бы Десять наркоманов И он один Постоянно его там Пиздили Постоянно унижали Он Выезжал Какой-то там Мадам То есть себе Новую нашел По приезду сюда В Воронеж И По прошествию Еще там Может быть Полгода Он нам позвонил Сказал его Вывезти из этой Квартиры Что у него Что-то там Не получается Вот Мы ему предложили Как бы Вот это вот Невеста Которая у него Там новая Появилась Чтобы он ехал К ней Брал свою квартиру Которых у него Там осталось Вот И там жили В чем проблема Непонятно Оказывается Он все Он все эти квартиры То ли продал То ли Проиграл В казино То есть То ли Куда-то Вложил В какой-то там Типа МММ И отдал И отдал Все деньги Либо Бывший Либо Вот этой Настоящей Вот Ну Мы его Вывезли Оставили его Там Ночевать У Альфача Они там Зарабатывали Вместе Ходили В переходе На скрипочках Играли Вот И Вот этот Вот Челик У него Пошли проблемы С головой То есть Представляете Работал Работал Скрипачем Приехал В Воронеж И через два года Стал бомжом Вот Реально Тупо Стал бомжом Из-за того Что повелся С какой-то блядью С первой И со второй Его просто взяли Обули На Сколько-то там Квартир И должность Охуенную Просто Вот Вот они там Поиграли Где-то Полгода Вот в этих Перекрестках Жил он у Альфача Маргинала Как я не заезжал Он там всегда Очень рад был Меня видеть Ненавидел Просто всех Вот этих Дружков Маргинала Которые там У него водились У него тоже там Постоянно Блядь Новые Постоянно Какие-то Новые Жены Блядь Новые Какие-то Наркоманы Постоянно Там Блядь Канаплю Какую-то Курили И прочие Спайсы Там Просто Трэшак Был Вот И Вот этот Скрипач Он Вместе с ними Также фигачивал Водку Немеренными Количествами Трезвым Я его Просто Ни разу Никогда Не видел Вот Только Когда я приезжал Он реально Там Не пил То есть Рассказывал Там мне Вот эти Истории Свои Посиделки Как он Там В Норвегии Был Как там Охуенно Говорит Там Просто Приезжаешь Можно С любой Женщиной Там Договориться На секс Вообще Никаких Проблем Нет В принципе Он этим Там Занимался Я Говорит Там Прихожу В какой-нибудь Магазин Там Спрашиваю Барышню Типа Ну Как Как вас зовут Он говорит По-английски Особо Не владел Просто Говорит На скрипке Там Ей поиграл И все И она Там Ноги Раздвигала Он Говорит Там В Норвегии Бабы Такие Прям Дородные Блять У нее Говорит И жопы Не то Говорит Просто Меркантильное Чморье Не о чем Поговорить Тупо Животные Которых Проела Пропаганда Кстати Про Пропаганду Я вот Именно От него Узнал Потому что Он поколесил По всему Свету И сказал Что с нашими Что-то Не то Их Путин Говорит На дно Ведет Но Это ему Не помогло То есть Выводы Сделал я А не он Он оказался В плотненьком Таком Дермице Вот С этими Подработками На улице Когда они там Играли На скрипке Он реально Выкладывался Не знаю Даже почему Ему реально Нравилось Вот играть То есть Был такой Творческий человек Он все время Развивался Он даже В таком В пьянейшем Угаре Блядь Каждый день Он там Хуярил Он все равно Играл на скрипке Практиковался Какие-то там Ноты Писал Какие-то там Песни Выдумывал То есть Еще у него Вот этот Запал Он как бы Не прошел Да Постоянно Там были Барышни У этого Альфача Маргинала Но Как бы Он говорит Что Этот челик Никого даже Не ебал Хотя ему Очень много Там предлагали Вот В чем причина Хрен Узнает Это там Творческие личности Это Совсем другой уровень У них там Могут быть Реально Какие-то Ебанутые Заебы Может он Реально Там Какую-то Верность Хранил Своей бывшей Жене То есть Он там Они тоже Как бы Плохо Причем Он о ней Не отзывался Он реально Хотел там Вернуться Что-то Помириться Постоянные Деньги Отсылал Причем Непонятно Откуда Он там Брал Они Блядь Зарабатывали Да сколько Зарабатывали Они все время Это все Пропивали Либо На наркоту Сливали Вот И Как бы В один Такой Прекрасный День Они Работали На скрипке То есть Я в этот день Как раз К ним приехал Они работали На скрипке Я там Подождал У новой Жены Альфача От этого Маргинала Вот И Альфач Говорит Блин Типа Челика Этого Забрали Он какие-то Там Налоги Не уплатил Оказывается Он Вот эти Дома Которые Свои Продал Не заплатил То ли Налог То ли Что-то Такое Вот И когда Там На скрипке Играл К ним Менты Подошли Типа А что вы тут Делаете Паспорт Предъявите Он паспорт Предъявил Они его по базе Пробили Говорит О дорогой А что Налоги Не платим И Еще хуже Стало Мало того Что Он хуярил Там Каждыми Днями На наркоте Сидел Тут Его Еще И менты Хлопнули Вот И Дали ему Статью То есть Он Продал Квартиры И Не Уплатил Налоги По статье По моему Два года Ему Лишение Свободы Дали Либо Исправительные Работы То есть Он Пришел Вообще Просто Убитый Хотел Себе Вены Порезать Звонил Своей Бывшей Жене Сказал Чтобы Она Замолила За него Грехи А она Уже В это Время 200 Членов Поменяла Непонятно От кого Ребенка Родила Или Аборт Даже Сделала Совсем Печальная История Его Так Никто И Не Помог Отец Этого Альфача Маргинала Они ему Срезали Срок И Даже До Исправительных Работ Докатилась Вот Дали ему Исправительные Работы Он В общем Походил Похуевал Там С утра Улицы Подметать В мороз То ли Какую-то Болячку Словил То ли Еще Что-то В общем Он сказал Что я Больше Так Не могу Я Лучше Говорит Пойду И Отсижу Как раз Говорит В тюрьме Напишу Книгу Свою Про Свои Приключения Говорит У меня Очень Такая Насыщенная Жизнь Была Очень хорошая Должность Покатался По белому Свету И Реально В такое Дерьмо Попал Просто За то Что повелся С бабой И Ушел На Зону Так Он Свою Книгу И Не Дописал Я Не Знаю Что Случилось То ли Его Друзья Которые Были Работали С ним В хоре МВД Узнали Про Такую Проблему То ли Реально Жена Передала То есть Что-то Там Какие-то Чувства Случились Вот И Его Выписали Не Выписали А Выпустили Из тюрьмы И досрочно То есть Он Там Отсидел Где-то Полгода Или Сколько-то Там И Все И Его Выпустили Вот После Этого Я Его Никогда Не Видел Но Узнал Что С ним Случилось Вот Его Брата Близнеца Я Увидел На Работе Говорю О Лех Здорово Говорю А ты Что Ты Делаешь У нас Работаешь Он Так На Меня Смотрит Типа Как На Дурака Я Его Так По Плечу Еще Бью Да Че Ты Че Ты Говорю Давай Типа Пообщаемся Сколько раз Тебя Не Видел Он Говорит А вы Типа Кто Такой Я Говорю Ты Че Охуел Ты Че Память Потерял Что Ли От Своей Водки Он Говорит Нет Я Типа Его Брат Близнец Вот А Лешу Я Уже Похоронил Как Год Назад Я Так Опа Типа В чем Проблема Он Говорит Я Не Хочу Говорить То Есть Очень Плохие У меня Ассоциации С братом Выходят То Сейчас Этот Его Брат Он Тоже Какой Полубомж Полу Наркоман Зэк Все Ебало Там Разбитое Я Думал Это Монозоне Там Порезали Но Нет Оказывается Это Брат Близнец У которого Судьба Тоже Не В лучшем Ну Как бы Не в лучшей Стезе Протекала Единственное Что он Мне сказал Что Он Связался С какой-то Там Барышней Не знаю Там Прошлое Или Какая-то Вообще Новая Напиздел Ей Что У него Там В хоре МВД Остались Связи Что Они Поедут В Москву Показал Ей Ксерокопии Зеленок Которые Он Уже Продал Ну На дом Как там Документы Или как они Называются Зеленка По-простому У которых У него Уже нет Которые Он все Продал Узнав Это Его Новая Мадам Ну Узнав То Что Он Все Продал Либо В казино Проиграл Вот Это Его Новая Мадам Отравила Его То есть Ну И Вот Как бы Вот так Вот Понимаете Работал Работал Мужик Приехал В Воронеж Сколько Там Четыре Года Даже Меньше Наверное Было Кстати Когда Он Был В Москве Вот Эта Вот Мадам Которая Как бы Его Полюбила По Высокоранговому Типу Любви Которую Нам Излагает Жироселов Через Полгода Он Ей Как бы Говорит Что Охладела К нему И Все Время Требовала Новых Развлекушек То есть С ней Он Ее руками Подхватил Игроманию Алкоголизм Наркоманию То есть Она Всегда Говорила Что Ну как-то Мужского В тебе Мало То есть Нужен Адреналин Нужно Еще Что-то Вот И Считайте Что Загнала Его В Могилу Таким Способом Так Что Ребят Никогда Не сводитесь С порванками Это не стоит Просто Вообще Ничего Не стоит Никаких Вложений Ни психологических Ни денежных То есть Это женщины Которые Это Это не женщины Это Ебаные Двуногие Животные Скотины Они Уже Сами Как бы Себе Выбрали Судьбу Быть Скотиной То есть О чем Дальше Разговор Вести Непонятно Что Счастливо Ребят До новых Встреч